Приветствую вас. Я думаю, что глобально можно выделить факт, с одной стороны, созависимости, потому что вы решать без мужа не можете, у вас истерика, и вы явно эмоционально от него завистили. Значит, это один момент. Второй момент, это ревность, неверность себе, страх потерять человека, сравнивание себя с дочерью и её мамой, а это значит, что вы себя обесцениваете. Вот. Властная ревность или нет, страх одиночества, неверность себе и, собственно, нереализованности, как правило. Вот, это такой момент. Далее, это недоверие, это недоверие самой к тебе, потому что вы требуете, чтобы мужчина делал, ну, какие-то вещи, да, которые... Например, чтобы общался с девочкой только при вас, да, но при этом он этого, соответственно, не делает, он не общается с девочкой при вас. И даже знание о том, что вы читаете, сделает репетку, кстати, это вот такое грубое нарушение личных границ человека, ну, другого человека. Вот. Что говорит как бы о том, что вы к своему мужу относитесь именно как к предмету обладания, а не как к личности. И лично я вот ставлю под такое сомнение то, что вы любите своего мужчину. Вот. Значит, этот момент тоже такой очень важный, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Значит, далее вы воспринимаете, вы воспринимаете дочь как соперника. А, в себе, своего, своего соперника принимаете. И в общем-то, это доказывает ваше неверность в себе и страх. Страх одиночных. Вот. Поэтому я здесь, наверное, поддержу коллегу Кудрячева Игоря Леонидовича. И скажу, что вам действительно нужно отделить, отделить свои чувства, вот, именно свои чувства, именно свои ощущения вам нужно отделить от того, что вам хочется для мужчины. Плюс, я бы сказал, имеет смысл поработать с эмоциями, потому что они у вас, ну, они у вас достаточно разрознены. То, что вы описываете, да, то, что вы описываете, это, по сути, эмоциональные такие качели, по факту. Вот. И с ними нужно работать. Ну и в целом, в целом история, история вашей жизни, она выглядит, мягко говоря, жертвенно. То есть, вы в своей жизни часто принимали решение, основываясь на жертву. То есть, вы выбирали жертвовать собой, да? Вот. Неоднократно. Вы выбирали с собой жертву. Ну, очевидно. Очевидно. Вот. И у вас накопилось, эм... Как-то такая вот, можно сказать, претензионная почва, да, претензионная основа, накопилось его. То есть, вы, вот, эм... ну, как там, хотите, хотите компенсировать что-то, да, хотите компенсировать то, что вы сделали для своего мужа, грубо говоря. Вот. Эм... значит, плохого в этом, как-бы, ничего нет, да, именно, вот, плохого, именно, вот, плохого в этом ничего нет. Эм... но... ответственность, эм... ответственность, вот, за это, эм... лежит на... на вас, понимаете? Вот. Во-у-у-у... ответственность, эм... лежит на вас и вам необходимо, эм... понять, эм... чё... эм... чего вы хотите. Вот. Понимаете? Вот. То есть, мне кажется, что тут вот нужно с этим разобраться. В целом, конечно, я вижу, что вы себя как-то вот обоцениваете, я вижу, что вы как-то вот относитесь к себе, ну, негативно, да, так вот мне, по крайней мере, видится этот момент. Вот, и думаю, что в купе, опять же, в тем, что вы боитесь остаться одна, боитесь потерять, значит, своего мужчину, да, ну, в купе с этим, значит, в купе с этим, я полагаю, что это у вас не разобраться, ну, вот, так что, значит, я думаю, что разобраться нужно с этим, в первую очередь. Вот, ну и предательство, вот, которое вы, значит, присвоили мужу, да, с предательством, то есть, муж от вас по какой-то причине это скрывает, я думаю, что связано это с чем-то в вашем поведении, я думаю, что связано это с чем-то, как вы, как вы ведете себя с ним, вот, либо он какой-то причине этого стыдится, вот. То есть, тут нужно, опять же, смотреть, да, тут опять же, исследовать, вот, этот момент. У вас, у вас были определенные ожидания по отношению к своему мужу, и эти ожидания, они не оправдались, вот. Они не оправдались, значит, вы своего мужа не знаете, настоящего. А принимать его таким, какой он есть, вы не хотите, вот. Вот, поэтому, тут уже вопрос в том, насколько хорошо вы знаете своего мужа, да, и насколько адекватны ваши ожидания, потому что предательство это, собственно, ну, в вашем случае предательство это просто не соответствует тем ожиданиям от своего мужа, которые у вас имели место быть, да, вот, с тем, что муж реально делает, вот, понимаете, какая штука. Поэтому, я думаю, что именно, вот, в таком клише, можно вам дать, значит, ну, ответ. Он на вопрос, который вы задаёте. Что-то ваша, конечно, весьма и весьма тяжёлая, что-то ваша весьма и весьма неопределённая, да, вот, необычная ситуация, конечно же. Вот, но, как бы, её можно решить, её можно решить, её, ну, её нужно решать. Вот. Главное, чтобы вы этого хотели, да, главное, чтобы у вас, ну, чтобы у вас было, было, чтобы у вас было желание, у вас было желание, чтобы у вас была потребность разобраться, о том, что сейчас происходит, да, момент кризисный, да, очевидно, что и мужу тоже чего-то не хватает. Вот. Но у вас, вообще, вот, я когда читал ваш текст, наверное, не поощрение, что у вас очень такая вот созависимая семья, вот, очень созависимая семья. вот, и очень важно, чтобы эта созависимость, да, очень важно, чтобы эта созависимость не отражалась на ваших детях, потому как, ну, потому как, дети, да, они, ну, они не должны, как-то, страдать от всех проблем, которые есть у вас, вот. Поэтому я надеюсь, что выводы вы для себя сделаете, вот, и я надеюсь, что решение, которое вы примете, именно решение, которое вы примете, оно будет исходить из этого. Вот, сначала нужно разобраться в том, как и почему вы восприняли в свою ситуацию с дочерью, вот, что именно, условно говоря, для вас, эм, ну, наиболее болезненно было, да. Вот, что именно вам было, вам было тяжело, эм, воспринимать, что именно вам, вам было сложно, эм, понять, эм, принять, вот, и так далее. Почему такое, вот, эм, восприятие этой ситуации, почему и с чем оно связано, да, вот. Эм, разобравшись, эм, с этим, я думаю, вы уже сможете двигаться дальше, вот. Эм, пока что, эм, ситуация такова, пока что, ситуация такова, что вам, эм, крайне, 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 эм, сложно будет, эм, двигаться, эм, значит, по своей жизни дальше вам, крайне тяжело. Дело будет идти, вот, потому что у вас очень, очень, эм, сильном, нару, нарученном доверием, вот. И, как бы, я понимаю, да, я очень хорошо понимаю, что он, эм, эм, ну, вы сейчас, эм, считаете, что это доверие должен, эм, вам, условно говоря, эм, ну, мужчина, эм, ну, восстанавливать, вот. Хотя, на самом деле, это не так, вот, то есть, эм, не должен, эм, не должен, эм, мужчина восстанавливать, эм, вам, эм, доверием, да. А, эм, вам нужно, эм, постараться, эм, больше, эм, доверять, именно, эм, себе. И, эм, вам, эм, ну, вот, именно желательно, эм, больше доверять, эм, себе и тому, что вы, эм, чувствуете и тому, чего вы хотите, хотите. Для, эм, себя. Вот. А, мне кажется, эм, что ответом может быть это, важен, как слушаем. Эм, теперь давайте попробуем немножечко эм, поисследовать ваш текст, буквально, немножечко. Вот, значит, вы говорите, что будем двадцать шесть лет познакомлены, живут мужем, мне было пятнадцать, ему двадцать девять. Вот, обратите внимание на то, что эм, вы с ним очень долгое время эм, вместе. Ну, вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. И, обратите внимание на то, что эм, ну, на то, что эм, с маленького, то есть, ну, с маленького возраста вы эм, с ним были. Были, по факту, по сути. То есть, эм, уже очень давно вы не были одна. Вот, уже очень давно вы не были одна. И я, соответственно, не удивлен, я не удивлюсь. Точнее, если вы очень, вот, сильно, да, боитесь одиночества именно из-за того, что мужчина, вот он эм, так давно, так давно эм, с вами. Вот, так давно вы с ним вместе находит. Эм, дальше, значит, так. В шестнадцатом вы беременела, дочери двадцать три года уже, а сыну тринадцать. Ну, вы, эм, говорите, с одной стороны, что вы работаете, вы говорите, с одной стороны, что у вас есть работа. Вот, и, в общем и целом, эм, я вам верю, я верю вам, что у вас есть работа. Эм, но, с другой стороны, мне кажется, мне так вот показалось, что эм, не так сильно вам ваша работа нужна. Ну, потому что вы слишком рано забеременели, опять же, слишком рано забеременели и слишком рано родили, по факту. Вот. И мне кажется, эм, что этот момент, да, его обязательно нужно тоже рассмотреть. Почему вы так вот рано родились, почему вы так рано решили стать мамой? Вот. С чем это связано? Мне кажется, что необходимо, просто необходимо это поисследовать. И, как правило, это возникает из-за того и тогда, когда у эм, человека, эм, есть определенные трудности с эм, организацией эм, своей, нашей реализацией, есть проблемы с эм, ну, ну, с жизненным смыслом, с каким-то, да, вот, неким жизненным смыслом, есть эм, трудности, есть трудности. Вот. И, эм, значит, соответственно, я думаю, я так, я так думаю, что, ну, было бы очень неплохо, если бы вы, эм, значит, на эту тему тоже подумали, слишком ли много значения вы придаете семье и, там, допустим. А, ну, 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 допустим, да, своему мужу, вот, а, ну, потому как у мужа уже появилось, эм, что-то, ну, что-то своё, да, вот, а у вас, у вас, соответственно, не появилось, ну, не появилось, ну, не появилось, ничего, ничего, ничего. Вот. Вот. И, в общем, у этого, у этого есть, эм, также, эм, как бы, оборотная сторона, да? Вот. Дальше. Сложная, трудная жизнь, эм, вы уже прошли вместе все, когда была на третьем месте беременности, нашла письма женщины, код, рубежка, депутаты, медленные девочки, противо мужик, кто это? Отвертелся. А, ну, опять же, эм, я честно вам скажу, эм, что не совсем понимаю, эм, зачем, эм, вот, такие жертвы, эм, для чего такие жертвы вам? А, то есть, ну, с какой-то целью, эм, наверное, эм, вот, с какой-то целью, наверное, вы все это делали, эм, вот, и, эм, почему-то. Вы это, эм, делали, вот, для, ну, для чего-то, для чего-то вы это делали, вот. Вот, эм, у меня вопрос, у меня вопрос к вам, эм, собственно говоря, да, у меня вопрос к вам, к вам, эм, зачем вы, эм, жертвовали с тем, вы не терпели, переживали, эм, значит, эм, со своим мужем. Для, ну, для чего, вот, то есть, какой, эм, в этом вы видели для себя смысл, да, какой вы видели, какую-то, какую цель вы для себя в этом видели. Вот, мне кажется, это важно понять, эм, мне кажется, это очень важно определить, эм, чтобы лучше, эм, чтобы вы, эм, лучше отдавали себе счет, эм, эм, а в том, чтоб, ну, что происходит. Вот. Так, э, далее, э, мусер, вот сейчас, э, говорите вы, э, э, я знаю, я знаю, что он, а, эм, скорее всего, э э, скорее всего, э, Но я думаю, я так думаю, я так предполагаю, что вы просто закрыли на эти глаза, то есть вам было проще, вам было проще, вам было проще закрыть на эти глаза, чем разбираться, чем смотреть, чем ставить под, значит, сомнения свои отношения, значит, с мужем. Эм, вашим мужем. Вот. И это на самом деле очень, эм, такой момент, я бы сказал, эм, тревожный, вот, потому что, эм, а, ну, вы проигнорировали свои чувства и предпочли поверить в определённую ложь, да, определённую, ну, в более удобную, короче, вы предпочли поверить, эм, в более удобную ситуацию вы предпочли поверить. Вот. Я вас, опять же, не виню, я, да, просто говорю, эм, что, что, ну, что, тем самым, да, тем самым вы, эм, себе навредили. Просто тем самым. Вот. И навредили вы себе достаточно сильно. Эм, значит, так, я эм, встала и забыла, забыли обо всём, мы никогда не финала, вот, не надо работать, мы не говорили, говорили, что всё, не ломалось, мы работали на телефон, поверили девочка. Эм, так, и дальше, соответственно, начинается эта история, о которой вы говорите. Ну, в принципе, тут, как бы, ну, тут, в принципе, всё, да, то есть тут, в принципе, всё понятно, в принципе, тут всё понятно, дальше. Дальше всё идёт, как бы, как бы, по, ну, по нарастающей. Вот. И вопрос, вопрос, конечно, он именно такой, почему вы всё это восприняли, эм, вот так. То есть крайне, вот крайне, крайне, крайне негативно. Эм, я хотел бы, хотел бы понять, понять вас, я бы хотел бы понять. эм, что вы чувствуете и что вы хотите. Вот. Ну и, эм, значит, соответственно, так можно вам ответить на вопрос. Который вы задаёте. Эм, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Вот. Вот. И я очень надеюсь, что это разрешится, что вы, эм, разрешите этот вопрос, эм, либо сами, либо эм, с помощью эм, психолога. Вот. Вот. Мы, мы вам, эм, готовы помочь, мы, эм, готовы вам помогать, мы готовы, эм, значит, эм, окажать, эм, помощь, ну, вот. Эм, все необходимы вам, в помощь. Ну, конечно, для этого, мне кажется, нужно, чтобы, чтобы, эм, ну, чтобы у вас, эм, была, такая потребность у вас, чтобы вы готовы, чтобы вы были готовы. Эм, значит, в копиработе, вот. И, соответственно, когда и если вы будете в копиработе готовы, то мы вам окажем, эм, что необходимо с помощью. Пока, пока что у меня, эм, ну, мне кажется, пока что, эм, вы не готовы. К этому, пока что, вы не готовы. Вот. А, ну, в этом ничего страшного. В этом ничего страшного. Вот. Значит, я надеюсь, что это было полезно вам. Эм, если у вас остались, эм, вопросы, буду рад помочь. Эм, не торопитесь сделать каких-то выводов, не торопитесь, эм, принимать решение. Сейчас вы находитесь, эм, в таком, достаточно эм, растрёпанном состоянии. Вот. Драпитесь, драпитесь. Какое-то решение принимать. Вот. Эм, наоборот, постарайтесь, эм, успокоиться, всё длится, ещё раз поговорить с мужем. Вот. Высказать ему какую-то, там, свою позицию высказать ему. Какие-то свои, эм, ну, желания, да, какие-то свои, эм, значит, выразить ему, эм, свои чувства. И дальше, я думаю, у вас, эм, ну, будет реальный, эм, шанс, эм, всё исправить. Вот. Ну, хотя бы, соответственно, ради ребёнка, да. Вот. То есть, если, если не ради себя, да, и не ради мужа, то хотя бы ради ребёнка. Вот. А я думаю, что, эм, примерно так. Если, если вам, эм, мой ответ понравился, то я буду вам очень благодарен, эм, за его оценку в качестве лучшего. Эм, я вам желаю, эм, всего, самого доброго, эм, удачи, и надеюсь, что, эм, ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!